Страшная трагедия в Казанской гимназии. 19-летний Стрелок устроил массовое убийство. То, что необходимо, будет оказана помощь и школе, и семье. В Казанском университете продолжается вакцинация. Студенты иммунизируются перед предстоящими туристическими поездками. Раз Раду и университет предоставляют такую услугу, имбирать не приделать эту операцию. Начало нового трудового семестра. Студенты КФУ отправляются работать на юг и север страны. У нас работают по четырех направлениям. Это вожатые, строители, проводники и сервисные отряды. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ариадна Кугушева. Казанский университет выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате стрельбы в Казанской гимназии номер 175. Среди погибших – выпускницы Института филологии и межкультурных коммуникаций Казанского университета Эльвира Игнатьева, работавшая учительницей в этой школе. В эти тяжелые минуты искренне скорбим вместе с родными и близкими по безвременно ушедшим и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших. Подробности трагедии в следующем сюжете. Тихий и неконфликтный студент, так сказано в его характеристике из колледжа. Напавшим оказался бывший ученик гимназии, 19-летний Ильнас Голивеев. По предварительным данным погибло 9 человек. Еще 20 получили травмы разной степени тяжести. В результате контртеррористической операции учащиеся были эвакуированы из здания, а стрелок задержан сотрудниками сил правопорядка. В отношении Ильнаса Голивеева возбуждено уголовное дело. На место происшествия прибыл президент Республики Татарстан Рустам Мениханов. Власти Татарстана провели заседание антитеррористической комиссии республики. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и поручил проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия. Председатель правительства России Михаил Мишустин объявил минуту молчания. Стреляли в детей. Это крайне бесчеловечно и жестоко. Ученики школы и взрослые погибли. И каждая такая потеря – это огромное горе. Прошу почтить память погибших. Спасаясь от преследования, несколько детей выпрыгнули из окон третьего этажа. Но жертвы трагедии – не только раненые. Для учеников, ставших очевидцами событий, организована служба доверия. Психолог Казанского университета рассказал, какую посильную психологическую помощь могут оказать родители своему ребенку. Сейчас нужно общение. Сейчас нужно все объяснять. И объяснять нужно грамотно, правильно, чтобы у него не возникли такие, я бы сказал, такой недоверий к обществу, в котором, в общем-то, мы не можем спастись. Если он будет стараться изолироваться, не общаться, уходить, он не понимает, что с ним происходит, потому что это шоковое состояние, это пограничная ситуация между жизнью и смертью, в которой мы бываем очень редко. Будет оказана помощь и школе, и семье. Сегодня будет большая трагедия для всей нашей республики, для нашей страны. По решению президента республики 12 мая в Татарстане объявлено днем траура. В ближайшее время будут организованы проверки всех учебных учреждений республики и обеспечены повышенные меры безопасности. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс. На 88-м году жизни скачался действительный член Российской академии наук и Академии наук республики Татарстан, заслуженный профессор Казанского университета Александр Иванович Коновалов. Прощание с ученым состояло 6 мая в мраморном зале 2-го корпуса Казанского университета. В преддверии летних каникул студенты Казанского университета активно планируют туристические поездки по России и в другие страны мира. Чтобы обезопасить не только себя, но и окружающих, они вакцинируются от коронавируса. О том, где и как можно иммунизироваться, расскажем в нашем следующем сюжете. Наш первый герой и студент 4-го курса Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета Денис Крахмалов. В его планах поездка в Петербург или в Болгарию. Информацию о вакцинации Денис Крахмалов увидел на сайте КФУ. Я решил, что раз Родовый университет предоставляет такую услугу, грех не приделать эту операцию. Денис Крахмалов уже привит первым компонентом. Отметил, что после была небольшая температура, сейчас чувствует себя хорошо. Наши российские препараты так или иначе имеют свои определенные стандарты. И если этот препарат тоже сейчас обладает своим стандартом, который позволяет мне быть здоровым, я ему доверюсь. Я и уже доверился. Второй наш герой, студент 3-го курса кафедры прикладной математики КФУ, признается, что учиться и работать сложно. Планирует полететь в ближайшее время отдыхать за границу. Даниль Батрушин уже сделал первую прививку и рассказал нам о том, как все прошло. Отказ от алкоголя, стресса, бани и спортзала – одно из условий после вакцинации. Даниль Батрушин поделился, как удалось соблюдать ограничения на майских праздниках. Там есть ограничения только в первые три дня после. А так в Москве хорошо прошли. Напомним, что все желающие вакцинироваться могут обратиться в университетскую клинику по адресу улицы Вишневского, 2А. Запись по телефону 233-3200. Также на сайте КФУ периодически появляется информация о выездной вакцинации в Казанском федеральном университете. Илья Андреев, Фарид Захидугле, Универньюз. Третий трудовой семестр стартовал в Казанском университете, объединив почти 300 студентов разных возрастов и специальностей. Все подробности далее. Трудовой семестр в Казанском университете – это летний период, когда студенты на 2-3 месяца отправляются работать по четырем направлениям – вожатые, строители, проводники и сервисные отряды. У нас самое распространенное направление – это направление вожатых. У нас вожатые работают как в морских лагерях, так и в татарстанских лагерях. В морских лагерях – это Краснодарский край и Республика Крым. А в татарстанских лагерях они уезжают в Нижнекамск работать. Сервисные направления в основном работают в Краснодарском крае и Крыму, а вот строители уезжают на север. Проводники ездят в Москву, Новороссийск, Анапу, Адлер и другие города. К слову, перед работой студенты проходит обучение с марта по май. У разных направлений своей школы. И вот сейчас уже у нас студенты сдают экзамены по своим направлениям. И 24-го числа первые отряды уезжают в Краснодарский край в лагерь работать вожатыми. Отметим, что все еще продолжается набор на строительное направление для юношей, который продлится до середины июня. Подать заявку на участие, а также узнать подробную информацию можно в группе студенческих отрядов КФУ во Вконтакте. У нас у строителей обучения нет. Такого школы направления строительного нет. Их уже командный состав, командир, комиссар и мастер, они сами сплочают ребят, сами проводят им инструктажи. И на месте, когда они приедут на объект, им проведут основные инструктажи и по технике безопасности, и по всем остальным. И обучение у них будет проходить на объекте. Студентов ожидает не только официальное трудоустройство, но и множество новых знакомств и впечатлений. Диана Шлинкова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. Несмотря на трагичные происшествия, все же жизнь продолжается. И май радует казанцев довольно жаркой погодой. О том, как долго она продлится, смотри в нашем следующем сюжете. В Татарстане к концу недели воздух прогреется до 32 градусов выше нуля. Так сложилось, что солнце находится высоко, и нам поступают потоки ветра с юго-востока. Лето стало приходить к нам раньше. Что такое лето? Лето – это когда среднесуточная температура переходит через 15 градусов. И в данный момент получается так, что наше лето пришло к нам уже сегодня, по сути дела, 11-го. 11-го, может, даже 10-го. Вот почему уже температурный фон очень высокий. По словам Юрия Переведенцева, в ближайшие дни именно дневная температура будет далеко за 20, иногда даже за 30 градусов. Ночная температура тоже высокая для этого времени года – 17-18 градусов. Аномальная температура будет порядка плюс 8 градусов. И среднесуточная температура, вот в этот период, примерно на декаду вперед, если смотреть до 20-го, примерно мая, будет порядка 20 градусов. А так она должна была бы быть 13-14 градусов. Вплоть до 20-го мая нас ждут по-настоящему жаркие дни. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Ариадна Кугушева. Сюжеты из нашего выпуска ты можешь найти в социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова